Рекламно-информационная программа Крупный план Действительно, в эфире программа Крупный план в студии Анны Лапшина И я приветствую нашего гостя, пресс-секретаря завода Вятич Владимира Маматова Владимир, добрый день Да, действительно, Владимир Маматов, Аня, приветствую Да, и начинаем сразу же с важного информационного повода Вятич идёт в Калугу, а теперь подробности Хорошо, хорошо, Вятич не идёт в Калугу, то есть весь завод пешком не движется В сторону Калуги, даже генеральный директор Илья Николаевич Кураги Не идёт пешком в Калугу, мы летим на самолёте Значит, 22-23 в... Января Ну, вот завтра Завтра, послезавтра Агентство регионального развития Калужской области Встречается с руководством завода Вятич на тему Осмотра площадок, пригодных для размещения производства То есть производство это в первую очередь кваса То есть изначально разговор об этом будет идти То есть, ну... Вятский квас Естественно, то есть общая площадь площадки Если я правильно помню, которая нам предлагает 15 гектаров То есть мы возьмём, я думаю, что не больше пяти изначально То есть остальное мы оставим для расширения Ну, это технические подробности, которые, собственно, слушатели вряд ли интересны так категорически То есть, да, мы получили согласие от одного из крупнейших государственных банков На то, что он будет кредитовать постройку этого завода То есть цифры я озвучивать тоже не буду Она вопиюще велика Вот, и процент вопиющий низок Что нас особенно радует Потому что это в первую очередь при поддержке Минсельхоза То есть это по ведомству переработка сельхозпродукции То есть поэтому, естественно, это квас Значит, Вятский квас, Калуги То есть мы предполагаем, что мы сейчас съездим Я думаю, что мы заключим договор Ну, там месяц на это, может быть, уйдёт Ну, зависит, конечно, от бюрократических проволочек Но когда я связывался с Калугой, вот там, допустим, летом Да, летом прошлого года То там мгновенно совершенно были подготовлены предложения, документы Вся конструкция была озвучена Весь формат был описан То есть они ждали нас с распростертыми объятиями Это региональные власти занимались подготовкой пакета документов Я правильно понимаю? Конечно, конечно То есть они заинтересованы? Нет, смотри, у них есть агентство регионального развития Калужской области Насколько я понимаю, это структура, крайне аффилированная с правительством региона То есть они мгновенно совершенно отреагировали Им нужны инвесторы, нужны деньги, нужны рабочие места Они говорят, да, 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 все, что хотите, как угодно, приезжайте, мы готовы Вот мы созрели, наконец договорились с банком и едем к ним Я правильно понимаю, и слушателям надо напомнить Калужская область выбрана потому, что это близко к Москве Ближе, чем к Кировской области Ну, я боюсь ошибиться, там то ли 60, то ли 80 километров до Москвы Ну, грубо говоря, логистика вятского класса, она немножко улучшается, да? То есть мы немножечко совсем зарабатываем на логистике Причем, ну, немножечко это в объеме, это прилично То есть это выгодно и интересно, хорошо, здорово То есть мы будем спокойно поедать в Москву вятским классом Плюс у нас пойдут рекламные компании по Москве То есть уже концентрирован, конкретно, концентрированно, вот так вот Сроки примерные, я не знаю, можно о них сейчас говорить или нет Постройки предприятия? Можно, я думаю, можно, предполагают, что это осень 20-го Так быстро? Ну, там, ну, а ты строишь небольшой классной заводик, да? То есть скромненький такой, тихонечко, да? Быстренько его строишь, быстро запускаешь Ну, хорошо, ну, может быть, ну, можно разбег там предположить Там не осень будет, а весна 21-го года Ну, то есть год с небольшим Это год будет, не больше того Все, то есть через год мы будем в Москве в полном расцвете сил В полном объеме Да Со всеми видами вятского класса Хорошо, еще раз я напоминаю слушателям, что речь не идет о переезде вятича в Калугу Конечно Речь идет о строительстве дополнительного объекта Ну, переезд, это вопрос смешной, потому что, в принципе, это как бы Да проблем-то больших нету Там площадка 15 гектаров Нам хватит для того, что, ну, возьмем, собираем оборудование, мутанемся туда Ну, это шутка, разумеется Никуда мы переезжать не собираемся Мы просто строим новый завод в Калуге То есть более мобильные, более современные Географию своего присутствия расширяем И все практически Ну, мы возвращаемся в Киров, где исторические корни вятича находятся, да И к событиям этого юбилейного года мы возвращаемся Мы говорили уже неоднократно про юбилей Карла Отто Шнейдера, основателя завода В этом году ему 150 лет И в честь этого события вятич выпускает 150 номерных бутылок с премиальным сортом Ага Напитка Да Безалкогольного напитка Безалкогольного, безусловно У нас все напитки на радио всегда безалкогольные Русский имперский стаут безалкогольный Да Значит, русский анекдот этот чудовищный Потому что те, кто понимают в пиве, в безалкогольном вообще, в принципе, в пивных напитках При слове русский имперский стаут безалкогольного У них возникает активный диссонанс Но, да, это чистая правда, конечно, безалкогольный русский имперский стаут Значит, нашему основоположнику Карла Отто Шнейдеру Шнейдеру По-разному все произносят и пишут эту фамилию Вот, Карл Отто исполняется 150 лет Он ровесник Владимира Ильича Ленина Прекрасная книжка, которую недавно прочитал Вот, наконец-то, первое издание Владимира Ильича Надеюсь, и Карл Отто удостоится в итоге какой-то интересной книжке Вот, ему исполняется 150 Мы, немножечко почесав репу, решили, что вот 150 бутылок в честь 150 лет Продаваться они будут в течение 150 часов И начало продаж у них будет 29 февраля То есть, в високосный день, единственное, за 4 года То есть, как-то же приятно Это могу сразу объяснить Это будет действительно 150 часов Почему? Там заобочная, ну, как заобочная для обычного потребителя Цена будет на саму бутылку То есть, это подарочная упаковка Там какая-нибудь деревянная коробочка с сеном и видами там, не знаю, вятки Вот, и это буквально вот эти 150 бутылок, они у нас уйдут, я думаю, дня за два То есть, как сувенир, как подарок, там, всё такое То есть, 6 дней 150 часов Вряд ли они будут продаваться Их раскупят быстрее Быстрее, конечно Вот, но одновременно мы посмотрим, как это будет вообще Какой будет отклик на это Если это будут люди говорить, что это восхитительно, уникально, замечательно, чудесно И мы увидели, что Вятич может делать фантастические вещи Я сразу поясню, вот, чтобы не было непонимания, почему такая высокая цена Потому что, во-первых, этот сорт, он делается гораздо дольше, чем обычный Во-вторых, количество ингредиентов, то есть, в первую очередь, хмеля, да, качественного На это идёт гораздо больше То есть, он в себестоимости Премиальный сорт Да, он гораздо дороже в себестоимости, чем всё остальное Плюс, объём, который мы делаем на первую партию, это мини-пивоварня Это не массовое производство Соответственно, мини-пивоварня, это удорожание в несколько раз То есть, в себестоимости То есть, не удивляйся цене То есть, она будет очень высока Значит, если мы увидим, вот, по результатам выпуска Если там хором просто те, кто купил, пробовал и так далее Говорят, что это отлично Мы будем выпускать его массово А потребители вот этого безалкогольного премиального сорта Они каким образом будут вам говорить, отзывы свои отправлять Это будет какая-то форма, опрос или ещё что-то Я уверен практически, что это будет какой-то опрос Может быть, какой-то, ну, сейчас не будем рассуждать Эта тема вот буквально поднимется, я думаю, первая декада февраля Будет ясно, что делать с этим Как это осуществить В какой форме это будет проходить Как осуществить на практике, да Мы получим отклик от потребителей этого безалкогольного премиального нашего Получим отклик и поймём, то есть, хотят ли его, значит, остальные Вообще, хотят ли его люди Или если хотят, мы будем Ну, в принципе, этот способ Есть один способ, при котором мы сможем дать кировчанам по-настоящему попробовать Посмотреть на сорт безалкогольный Безалкогольный Но мы введём, это тоже такой интересный момент Мы введём дегустацию на заводе этого безалкогольного Шнейдера Во время экскурсии Во время экскурсии Сейчас мы, там дегустируется зелёное Но зелёное, это садимое безалкогольное Оно у нас есть в продаже Сейчас мы заменим это Шнейдером Это будет безалкогольным Это будет у нас, значит, февраля Конец февраля Начнётся, ну, в марте, скорее всего, это произойдёт Мы посмотрим То есть, если всё хорошо, замечательно То конец марта, начало апреля Мы увидим по приемлемой для кировчан цене На полке Шнейдер Безалкогольный русский имперский стаут Ну, я заранее могу сказать Это будет, скорее всего, 0,33 Это не будет стандартный объём 0,5 Раз По цене он будет Если нам, вот, мы получим отличный совершенно отзыв То есть, мы поймём, что это действительно работает И люди будут покупать Значит, мы сделаем 0,33 И сделаем, я думаю, стоимость Ну, хотя бы в районе 100 рублей Попробуем удержаться Конкурентами фактически в этом смысле будут Такие коллекционно уникальные бельгийские сорта Ещё что-то То, что продаётся, допустим, там, не знаю Безалкогольный Естественно, в метро Ну, там они стоят от 150 до 250 до 300 рублей У нас они будут стоить в пределах... Я попробую, я не знаю, насколько это выйдет Может быть, в пределах сотни Но факт, что за эти деньги вполне смогут купить обычные люди Да, то есть, это сопоставимо с... То есть, возможность попробовать будет Возможность попробовать То есть, побаловать себя этим уникальным сортом Безалкогольным будет Но это, я повторюсь ещё раз Зависит целиком от того, насколько у нас пройдёт Вот эти 150 бутылок номерных Какой отзыв будет Как это дегустация на заводе Вот весь этот объём То есть, если эти мероприятия пройдут хорошо, качественно Мы получим обратную связь Самое главное, фактически, что нам нужно Чтобы продавать Если мы получим обратную связь Мы начнём делать эту массу Ну, и я напоминаю, что ограничение у всех экскурсий На заводе Вятич 18+, да Ещё, собственно говоря, к событиям юбилейного года Это фестиваль Шнейдера, о котором мы уже говорили И который пройдёт летом этого года Должен пройти 16+, Говорили о планах Вятича сначала Привести, ну, какую-то просто вот мега-маститую Там, музыкальную команду Потом мы поняли, что, наверное, всё-таки предприятие Сейчас подумает и направит средства в развитие Но, тем не менее, выступающие звёзды Там, приглашённые коллективы будут Вы определились со списком? Мы набрали список из, по-моему, если я не ошибаюсь Из пяти исполнителей Мы выберем кого-то одного однозначно То есть шорт-лист сформирован Да, шорт-лист сформирован Примерная цена Известна Всё это она немаленькая Но выкидывать 20-30 миллионов на привоз Минимум на привоз металлики Это, ну, пока не пассиво Мы не потянем эту цифру Но меньшую в несколько раз цифру на то, чтобы привести Фауня приличного исполнителя Ну, не первого эшелона, но второго уже Это возможно, во-первых Но там начинаются подводные камни То есть подводные камни, первое, это площадка Где мы это будем проводить То есть надо понять Это консультации с администрацией города и области, естественно Потому что всё-таки Учитывая, насколько Вятич хорошо вложился в проведение фестиваля «Золотой телёнок» Вот, коронавирусное кино Я думаю, что и город, и область должны пойти навстречу И как-то помочь в организации этого фестиваля Вот То есть, тем более, что у них есть прямая заинтересованность В том, чтобы кировтяне смогли отдохнуть И послушать переведённую звезду Владимир, а есть понимание какое-то? То есть, всё-таки, это будет городская площадка Или, возможно, загородная площадка? Всё-таки фестиваль летний? Вот здесь начинаются сомнения, колебания, рассуждения и догадки Потому что я сам не знаю, что мы в итоге выберем Потому что мы должны учесть несколько вещей Во-первых, удобство для самих кировчан Это самое главное, на самом деле Чтобы было просто добраться Да, то есть люди должны иметь возможность легко добраться Удобно, комфортно, качественно Чтобы у них не было там две скамейки на 10 тысяч человек Ну вот всё-всё-всё Вся инфраструктура Конечно, это раз То есть там, чтобы её можно было сделать качественно и хорошо Второй момент, естественно Это продукция вятича на самом фестивале Безалкогольная продукция Конечно, конечно Вот, то есть если мы сможем там торговать ей Потому что раздавать нам никто не даст, в принципе Ну понятно, что что бы то ни было, даже воду нам не дадут раздавать Потому что это коммерческое мероприятие Она тоже превращается и всё остальное То есть если нам дадут возможность торговать безалкогольной, конечно же, продукцией вятича на этом фестивале Второй вопрос Это надо как-то оформлять, тоже выяснять Я никогда этим не занимался, но, видимо, займусь А переговоры какие-то сейчас уже начались с администрацией города? Нет, они не начались, потому что мы пришли к решению Что да, это будет вот так-то, примерно такая звезда Примерно такие сроки Я предполагаю, что это июнь-июль где-то, ну август максимум Ну сентябрь не знаю, потому что у нас обычно холодный И смысл его зацеплять не до большого То есть вот это летнее мероприятие, масштабное, хорошее Я предполагаю 10-15 тысяч зрителей Где-то ориентировочно, да, вот так Вот, то есть, ну тут ты автоматически хыкаешь Я уже начинаю задумываться о том, что в Кирове возможно такое количество людей И не собрать вот непосредственно в городе Вот непосредственно в городе тоже большой вопрос Как мы это можем сделать? Где мы это можем сделать? Ну же за городом, да, но за городом вопрос подъезда инфраструктуры Вопрос торговли продукцией вячи безалкогольной, значит, на самом мероприятии То есть все вот эти вопросы мы начнем решать опять же в феврале То есть я думаю где-то, ну после 3 февраля точно Вот, начнем их решать вкупе, ну в союзе администрации и города и области Соответственно с консультациями, со всеми делами Ну я думаю, что кировчане должны настроиваться уже То есть на то, что какое-то счастье минимальное будет Потому что, ну... Будет ли этом большое радостное событие? Да, бада-бум какой-то будет, я думаю Хорошо, еще у меня уточняющий вопрос Я все-таки вот не могу отойти от списка звезд приглашенных Да, мы можем хотя бы приблизительно сориентировать Какого формата это будет музыка? Нет, нет, пусть будет это интрига Сюрприз, интрига Интрига раз, то есть мы, конечно же, за несколько месяцев народуем Когда мы подпишем контракт с этой звездой на конкретной гастроли Да, тогда мы скажем, что вот этот человек Вот это они Да, и, во-первых, спис... Ну, я понял, что я говорю, металлику и пинг-фоид мы пока не привозим Хотя, в моем понимании, металлика и пинг-фоид на 23-й год, на 120 лет завода она сыграет То есть я думаю, что мы успеем разогнать всю машину до того, чтобы... Ну, хотя бы у нас увеличилось объем производства примерно в два раза Мы к этому перейдем чуть-чуть попозже, да Вот когда это происходит, я рассчитываю на 23-й год, что он станет в определенном смысле звездный Да Юбилейный год для предприятия Да, юбилейный год для предприятия, осуществление замыслов, ну, вот как-то так, да Еще одно событие такое около юбилейное, это памятник Карла Отто Шнейдеру, о котором мы тоже говорили И вроде бы 13 января какие-то работы уже должны были начаться, но я так понимаю, что есть небольшая заминка Тут мы поступили по эстонско-вятскому модели То есть тормозить и сомневаться А именно, значит, у нас была концепция Вятича, то есть семейного памятника Шнейдеру, который у Вятича, у завода ставится То есть, да, он... Такой объект для фотографирования Да, это скамеечка, на которой можно присесть и обняться со Шнейдером И Шнейдер Карла Отто у нас там в образе охотника, потому что он председатель как раз бы охотничьего общества, между прочим И любил охотиться, при этом по слухам и легендам жалел там этих самых зайчиков, еще кого-то, еще кого-то В кого он стрелял, при этом я не понимаю То есть, в добрых зверушек он не стрелял? Да, да, в добрых, видимо, вычислял изовых через прицел Это интересное дело, как это сделать Ни один снайпер пока такого ноу-хау не нашел Но, в любом случае, это охотник Карл Шнейдер Но там куча вариантов, кого еще изобразить на этом памятнике, кто-то должен быть и так далее А, то есть, там будет композиция целая, скульптурная Ну, конечно, конечно То есть, не только Карл Отто, но еще кто-то То есть, вопрос по этому, вопрос не решен до конца, он в процессе обсуждения Я думаю, что мы в феврале точно так же сумеем это обсудить и решить То есть, концепция памятника сейчас дополняется Да, концепция дополнится, и в феврале мы его выставим Уже понятно, что это будет не конкурс, то есть, не вариант, когда мы там присуждаем первые, вторые, третьи премии, там еще что-то Мы просто объявляем конкурс на работу над этим памятником, то есть, в этой тематике То есть, дальше будем разбирать предложения Возрастное ограничение у конкурса, мы, по-моему, говорили об этом, да? Ноль плюс Фактически, да, от ноля Да, ну, если ты... Можешь держать карандаш в руках? Ну, да, то есть... Или нажимать кнопку на планшете? Там от 6 до 18 месяцев формируются основные нейронные сети, чувство «я» появляется Но некоторые вонеркины умудряются начать там рисовать, что-то делать, почему нет Может быть, он родился и потянулся к карандашу и начал набросок Шнейдера, мы же не знаем Все в руце Божией, как известно И я напоминаю слушателям нашим, что памятник все-таки будет на территории предприятия Да, да Туда можно будет приходить, туда можно будет приходить и во время экскурсии просто так человек может будет подойти к этому памятнику Да, да, конечно, нет, это абсолютно Туда можно приводить гостей, туристов Совершенно верно, это открытая общественная площадка, никаких ограничений Приходите, фотографируйтесь, ну, протрется немножко бронза на памятник, ну, ничего страшного Ну, это будет такая традиция наша кировская, такая же, как в московском метро, да Потри, пожалуйста, ботиночек, башмачок на счастье, на желание и прочее Владимир Маматов в нашей студии, пресс-секретарь завода Вятич Мы переходим к еще одной важной теме Тоже тема связана, ну, с приходом лета Мы все его ждем, я вот очень жду просто, да И новый сорт летний 31 безалкогольный, о котором мы уже говорили Вы весной собирались уже, ну, практически выпустить его в марте Мы его выпустим, да, мы его выпустим Ну, в марте это означает, то есть нам абсолютно понятно по рецептуре Абсолютно понятно, как его варить Даже пробники я пробовал уже Значит, суть в чем Летнее безалкогольное 31, оно отличается от зеленого безалкогольного 31 Только фактически тем, что оно легче Ну, плотность меньше Да, мы говорили об этом И карбонизация, я запомнила это слово Нет, карбонизация останется вот вся линейка 31 А там будет, я предполагаю, примерно около пяти сортов Пять-шесть, ну, максимум Вот такая понятная, ясная потребителю линейка фреша, да Безалкогольного Да, мне это подарили ребята из Кусвилл, как раз То есть мы обсуждали, не сами они обсуждали, как раз контракт с Кусвиллом В Кусвилл, кстати говоря Это сеть такая Да, вот это В Кусвилл, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу Надо постучать То есть пока контракта мы не видим подписанного, говорить рано Но возможность поставки зеленого безалкогольного 31 в сеть В Кусвилл Причем под брендом Вятище То есть ни в коем случае не под новым нейм, не под своим именем А это вопрос буквально, ну, я думаю, что ближайшего месяца Это новость Это новость, но мы ее пока не можем обнародовать по-настоящему И опять же говорю, потому что контракт не подписан Да? Но в Кусвилл... Страшно сглазить Да, очень страшно, потому что в Кусвилл это тысяча магазинов То есть это не пятерочка, там, 160, да, не магнит, там, 200, по-моему, с чем-то А это тысяча магазинов, это в Москве То есть это немножечко другой рынок, как бы уже другие интересы Другой уровень уже Тьфу-тьфу-тьфу, надо постучать себе по голове, как к твердому предмету, да Не сглазить То есть это касается зеленого 31 безалкогольного Так вот вся линейка 31, она, уровень карбонизации, который большинству людей нравится, да Он сохранится Это будет низкая карбонизация, фреш, то есть короткий срок годности 31 И дальше различия в сортах фактически будут отличаться по аудитории, по способу потребления То есть люди хотят, чтобы безалкогольный вот этот 31, зеленый им очень нравится, но оно тяжелее, чем Оно зимнее такое, немножко Ну, отдельно, может быть, мы его с ним зимнее, не знаю Но люди привыкли идти в баню, там, на природу еще куда-то, они привыкли брать много Не спеша посидеть, не торопясь, перекусить, там, еще что-то А из-за того, что все-таки зеленое 31, оно достаточно Безалкогольное Конечно, оно плотное То есть очень много его выпить проблематично Люди говорят, ребята, а сделайте, пожалуйста, что не полегче Таких отзывов очень много на тему того, что нельзя расширить Мы расширим Значит, мы расширим, посмотрим, опять же, как пойдет Это я планирую, но, как всегда, надо делать поправки, там, на Карачаево-Черкесию, как говорил мой знакомый юности Имея в виду сложности транспортного сообщения на Кавказе Значит, вот с поправкой на Карачаево-Черкесию у нас выходит, ну, я думаю, что это середина марта То есть начиная от 8-го Я хотел бы, конечно, сделать на 8-е С цветочками Летние Для женщин Да, ну, вообще, 8-е марта это такой старт, да, получается Такая рисочка такая временная Все, весна начинается Может быть, да, не исключено Но посмотрим, как в реальности будет получаться И вот оно летнее выйдет Посмотрим, как кировчанины отреагируют на зеленый 31 безалкогольное Отреагировали просто прекрасно Я, кроме хвалебных отзывов, не видел ни одного То есть по-настоящему такого негативного не видел Там есть огрехи Людям что-то нравится, что-то не нравится Но варианты того... Есть пожелания, как еще улучшить Да, но ни одного отрицательного отрика Все То есть этот продукт удался Он будет дальше идти Учитывая, что у нас он будет ставиться в самые разные сети Это уже ясно С пятерочкой, по крайней мере, с договоренностью Насколько я знаю, оно должно появиться Если не появилось уже В 160 точках по Кировской области Или 170 160, по-моему, все-таки Вот На очереди у нас, конечно, магнит с зеленым 31 безалкогольным То есть я предполагаю, что магнит тоже заинтересуется этим продуктом После того, как он появился в пятерочке как раз Ну и дальше будем смотреть То есть нет, это вот с зеленым 31 безалкогольным Это фактически фишка, которая сыграла Она дальше будет, эта игра, дальше будет история продолжаться То есть дальше мы смотрим на летнее 31 Безалкогольное Безалкогольное Как оно будет заходить Ну и дальше линейка 5 до 5 сортов Да, до 5 Больше не надо До 5 безалкогольных сортов Ну, можем сказать чуть позже Но я планирую в следующем варианте То есть когда вот эти 5 сортов 31 безалкогольного Позволят нам с этой пятерочкой сортов 31 Спокойно, легко зайти в соседние регионы То есть у нас будет ясная, совершенно понятная потребителю Четкая, отработанная линейка Ясные продающие моменты Ясные сформулированные абсолютно все сообщения Аудитория у каждого сорта будет своя То есть мы спокойно, как нож масло, зайдем в соседний регион Отцепим там свои 5, 7, 10 максимум процентов И будем счастливы Ну вот сейчас про соседние регионы поговорим После небольшого рекламного перерыва Владимир Маматов в нашей студии Мы вернемся через полторы минуты Владимир Маматов в нашей студии Пресс-секретарь завода «Авиотечи» Мы продолжаем Остановились на заходе в соседние регионы А давай вернемся К линейке Да, нет, вернемся к летнему 31 безалкогольному Безалкогольному, да, да, да 3 литра? Ах, да Летние 31 безалкогольные Есть планы разливать в 3 литра Но поскольку там были в какое-то время Я так понимаю, что... Ну, они не были То есть ситуация следующая Разливать насчет безалкогольного Дело в том, что абсолютно Вообще безалкогольную продукцию, типа кваса Никаких проблем разливая в 3 литра Я не видел ни... Я так понимаю, что для завода это просто проблемно Потому что тара разная Там что-то перенастраивать Разливать безалкогольную летнюю 31 в 3 литра Я не видел прецедентов разлива в 3-х литровой упаковке Ни одного безалкогольного пива Я не встречал В принципе А мы хотим это сделать так Но для того, чтобы не рисковать Не напарываться ни на что там Вот Не совсем обычно для нас Потому что мы, в принципе, любим как бы немножечко На грани фола Но Но В данном случае Понятно, что это будет 3 литра Но 99,9 в периоде процентов Что это будет 3 литра в 2-х полуторалитровых упаковках И сейчас То есть мы сделаем, скорее всего, следующим образом У нас появится летняя безалкогольная 31 В одной упаковке Причем сейчас мы колдуем и думаем Мы перебираем варианты Какая это должна быть упаковка Так, чтобы потребитель Не испытывал никаких неудобств Или никакого дискомфорта при встрече с ней То есть если просто поместить 2,5-литровые бутыли в полиэтиленовый пакет Это очень смешно Ну, ты заходишь в магазин Грубо говоря На кассе ты получишь пакет Спасибо, ребят То есть фишка в чем, на самом деле Мы хотим вернуть вот эти 3 литра То есть люди увидят, что появилась опять в продаже Безалкогольная, конечно, за летняя 31 Но в 3-х литровке На самом деле это будет 2,5-шки, но упакованные Так что это крайне удобно Плюс мы сделаем это дешевле, чем покупать по полтора То есть оптом дешевле Да, оптом дешевле И людям Взять комплект из двух Совершенно правильно И людям, которые как раз И, собственно, из-за этого люди и говорят Что сделайте легче для того, чтобы брать больший объем Ребят, мы не только сделаем легче Мы еще и предложим вам объем по этой скидочной цене То есть если все это будет хорошо, качественно упаковано Если все это будет по-настоящему красиво на полке Вот это камень пиктовения Потому что красота, как известно, стоит денег А делать фантастически дорогую То есть, ну, поясню Упаковочная линия для того, чтобы грамотно, красиво Вообще великолепно фасовать две полутора-литровые бутыли в одну упаковку Стоит, если я не ошибаюсь, это без транспорта, без навадки Без всего 21 миллион Да, то есть это немножечко Ну, такие денежки, в принципе Ну, это весомая достаточно сумма Ну, это почти как привезти металлику Ну вот Да, вот я об этом и говорю То есть мы пока колеблись, потому что емкость рынка неизвестна И нам нужно сейчас выпустить трехлитровые эти упаковки Летнего 31 безалкогольного Так, чтобы они были красивы, но не покупать линию Это, я не знаю, как мы это сделаем Я не представляю этот ноу-хау, потому что ломали голову уже неделю Так Ничего не происходит Все варианты, которые мы перебрали, пробовали на производстве Они не нравятся Не нравятся совершенно Почему? Потому что я вот, с точки зрения моя, ни для кого не обязательно Но я буду всегда на ней настаивать То есть потребитель требует уважения к себе То есть он хочет, чтобы это было хорошо То есть это должно быть, во-первых, визуально красиво Да Во-вторых, это должно быть удобно Да То есть это не просто две бутыли болтающиеся в пластиковом пакете Абсолютно понятно, что по вкусу, то, что мы продаем, должно быть на уровне То есть ни в коем случае не должно быть варианта, что мы провалились там по качеству и по вкусу Это вообще можно не обсуждать, это вот совесть пивовара Это если мы это будем выпускать, мы прогорим мгновенно, это бред Вот, то есть по качеству того, что мы выпускаем, это одно, это понятное направление В этом надо работать, 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 просто никогда не останавливаться работать Но в отношении упаковки то же самое Даже если человек платит за напиток от вятича Очень дешево Безалкогольный напиток Конечно, очень дешево, да Даже если он ищет более дешевую цену, что тоже абсолютно понятно Я, например, очень люблю покупать скидочные товары Ну, я думаю, все любят Конечно То есть даже если он с понятным причинами, с понятным мотивом идет за более низкой сной При этом выпускать что-то, что его каким-то образом не нравится, плохо Мы все равно, как нормальный производитель, нормальный торговец, должен любить своего клиента Да не только любить своего клиента, ты свою продукцию должен любить в том числе Автоматически, то есть ты не можешь предложить, там, не знаю, в моем случае, там, своей жене, соседу по личной площадке, там, приятелю Какую-то плохо упакованную ерунду, да Ну, трудновато это То есть ты, если делаешь ему подарок Ну, вот как ты делаешь подарок, ты всегда его упаковываешь Ну, автоматически, то есть как-то дальше преподнести это Как говорится, важен не подарок, а отношение Вот так примерно, да То есть вот с трехлитровой упаковкой зеленого 31 безалкогольного Как раз вот эта засада Зеленого 31, летнего 31? Летнего 31 безалкогольного Вот, самая большая засада именно в трехлитрах Если мы это решим приемлемым способом, то я надеюсь, что к 8 марта мы его увидим в красоте Если нет, то примерно на неделю задержится, да? Ну, это минимум, тут вопросы, конечно, по упаковке все равно остаются Нет, вот ты напоминаешь мне анекдот, как этот генеральный директор Боинга, СЕО, да? СЕО или СЕО Вот, у них была эта история, когда у Боинга, по-моему, 747-й у них, они запороли все сроки по сдаче Вышли уже в страшнейшие минуса Третий самолет не взлетал, третий эксперт, наверное, опять-то косяки обнаруживались И ситуация, акции Боинга падали Скандал был известен всем, то есть это мусолилось в СМИ И на какой-то из вечеринок генерального директора Боинга спросили А вот что вы там с 747-ми? Он говорит, слушайте, давайте поговорим о каких-то приятных вещах Третья мировая, апокалипсис, вот как-то они нет Вот, то же самое, что будет, если мы не сделаем упаковку 3 литра, я не знаю Я не предполагала, что вы не сделаете Я просто думала, что вы на неделю дольше будете решать, как это сделать удобнее и лучше Ну вот, будем смотреть Пока я понимаю, что к 8 марта хорошо бы нам успеть Но это был бы прекрасный подарок, на самом деле 3 литра возвращаются на 8 марта Летнее пизолкокольное пиво Да Ну и соседние регионы все-таки То есть литнее безалкогольное, это то, с чем вы в том числе планируете заходить Ну, это вот эта линеечка 31, которая начата с зеленого от 31 безалкогольного, понятно, да? То есть, почему ее продолжение жизненно важно для ВЯЧа И почему с ней мы зайдем в соседние регионы хорошо Вот у зеленого 31 безалкогольного, у него есть то, что называется УТП, да? То есть, очень... Уникальное торговое предложение Совершенно правильно То есть, сейчас под уникальным торговым предложением понимаю все, что угодно, кроме того, что понимал Ривз, который это придумал Но если в оригинальной формировке взять следующее, это уникальные продающие свойства-качества, которые гарантируют продукту свою нишу на рынке То есть, если мы возьмем подавляющее большинство товаров, там куча фраз, там, доброе, славное, отпашнее, там, еще какое-то Вот для меня, как для потребителя, домашнее, отпашнее, там, хлебное... Не работает? Не работает категорически Потому что это вот набор слов, которые не передают ясно нового А зеленая 31 безалкогольная и вся линейка 31, она имеет ясную, да более просто простую составляющую Низкая карбонизация, ну ты выучил слово Да Низкая карбонизация, плюс короткий срок годности То есть, это свежие? Да, это всегда свежие Это фреш, это то, что, на тему, чего мода, она только сейчас начинает развиваться в настоящем в Москве Она развилась уже Она докатится до нас, я думаю, год-два-три, ну вот То есть, фреш, возможен осадок, только даже в Кировской области Ну, вот тут вопрос, потому что возьмут ли это федеральные сети, пока под вопросом до сих пор Даже с вкусовым мы пока постучим по голове себе, по твердому предмету Значит, все, все Вот уникальное торговое предложение у линейки 31 И с нею, с этой линейкой можно заходить в соседний регион и абсолютно не краснеть Объясняю, что, ребята, вот все то, что вы видите на привавках, это здорово Но ничего сравнимого с тем, что вам привезли из Вятки, нету Смотрим, пробуем, оцениваем, видим, говорим, на воню справки, одобряем Все, вот режим, в котором мы пойдем Пойдем ли мы в 2020 году в первый же какой-то один выберем регион и начнем, вопрос А вот, кстати, варианты-то есть? В какой из регионов вы будете заходить в первый? Ну, примерно хотя бы? Ну, это абсолютно не утверждено, но первые моменты это Ижкарова и Ижевск Да, Ижевск, Удмуртия Да, то есть как, что, где, может быть, мы обнаружим более приемлемую площадку Почему? Там должно удерживаться два условия Первое, не должно быть очень сильного своего производителя И не должно быть варианта, когда мы не сможем там хорошо встать в розницу То есть вот эти два вопроса прорабатываются Прорабатывается еще третий Это логистика, соответственно Дальше уже начинается размещение на месте Дальше начинается рекламная кампания Дальше начинается контроль завоза Ну, 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 технический, технический, технический момент Так, все-таки, Владимир, вот я вспоминаю один из наших предыдущих эфиров Мы с вами говорили о том, что это будут не какие-то уже действующие магазины Но это будет в том числе некая сеть Где будут предлагаться вятская продукция Не только продукция вятича Я понял тебя, одно другому не мешает Это первое Даже не то, что не мешает, а поддерживает То есть идея о том, чтобы создать сетку Которая торгует именно вятскими продуктами Она практически одобрена То есть мы достигли какого-то понимания Но развитие этого зависит от двух вещей Во-первых, мы должны принять решение по неймингу этой сети То есть как она будет называться Мы уже ходим, чешем репу Значит, уже недели две или три, по-моему, с названием Вот Я очень сильно предполагаю Сейчас у нас всего 21, ну, две недели, да Совершенно правильно Значит, две недели мы чешем репу, не знаем то или то То есть те, что мы хотели про начать Варианты есть, но вы выбираете Нет, ну, варианты очень простые Те варианты, которые нам нравились с самого начала Они зарегистрированы на федеральной сети Понятно То есть там бесполезно То есть нужно что-то оригинальное Оригинальное у нас пока рождается с трудом Посмотрим, как дальше получится Но Но Вопрос на эйминга раз Если все погибло, все пропало Мы назовем это вятскими продуктами И этим ограничимся То есть, ну, не знаю, насколько это съедобно Но может быть и съедобно Это в некотором смысле такое возвращение бренда «Покупай Вятская», но не для кировчан Да Для жителей соседних регионов Ты понимаешь, дело-то в том, что мы в любом случае будем делать эту сетку магазинов изначально в Кирове и в области Это, ну... Ага, то есть отсюда все-таки Конечно Конечно То есть мы с этой сеткой не зайдем в соседние регионы по причине того, что нам потратим, я думаю, год-два минимум на то, чтобы сделать ее здесь То есть сейчас у нас ясно, где мы это будем, первый магазин делать У нас ясно, с кем мы это делать будем Но это одна из крупнейших местных сетей ретейлота Значит, понятно То есть там, почему абсолютно ясно, что это кировские производители, которые привлечены И абсолютно понятно, что это будет работать То есть и вот экспансия Вятища мы увеличим в 2,5-3 раза производство Ну, это минимальная оценка в 2023 году Я там вижу этот процесс, я понимаю, как его реализовать И мы это сделаем, но мы сделаем это параллельным движением То есть мы будем развивать сотрудничество и с сетями, и выстраивать свою сетку Вятскую Вот где-то так примерно Большие планы, благодарю Ну, наполеоновские, да Благодарю Владимиру Маматову, пресс-секретаря завода Вятища Программа «Крупный план» на этом завершается Крупный план